Схема традиционная. В рейд идут представители Сочи Теплоэнерго и службы судебных приставов. Идут не для того, чтобы проверить, оплачивают ли владелец квартиры счета за тепло и горячее водоснабжение, а уже непосредственно к злостным задолжникам, чтобы принять действенные меры. В первую очередь мастера отключают горячую воду. Как правило, лишившись горячей воды, люди начинают задуматься о том, что это совсем не бесплатная коммунальная услуга. В этой квартире, например, долг уже зашкаливает за 160 тысяч рублей, и семья далеко не малоимущая. Индивидуальный подход к каждому должнику. Если эта семья малоимущая, если эта семья действительно не может ни по исполопроизводству оплатить сразу, ни в добровольном порядке, значит, мы им предлагаем заключить соглашение, внести хотя бы одну четвертую часть, и после этого подключаем опять горячую воду. Ну, то есть, это касается многодетных семей, с маленькими детьми, с больными в доме. Вот к ним такое отношение, конечно. А тут вот ситуация однозначно до полного погашения, потому что если нет реакции никакой на действия судебных приставов. Если долг безудержно растет, приходит контролер, инспектор Сочи Теплоэнерго, вручает претензии, предупреждения. Судебный пристав – это уже последняя инстанция. Тогда производится опись имущества и его конфискация. Арестовали ноутбук, телевизор для дальнейшей реализации, чтобы люди оплатили долг, либо часть оплатили с последующим изъятием имущества. И чтобы хозяйка дома явилась к нам и заплатила весь долг. В Адлере ситуация с должниками такая же, как и в центре Сочи. Многие умудряются сдавать квартиры, уезжают из города, а до квартирантов и не достучаться. Но рано или поздно долг все равно придется погашать добровольно или принудительно. Рейдовые мероприятия продолжаются, причем во всех районах Сочи, поскольку задолженность населения по городу составляет 300 миллионов рублей. Кстати, вплоть до 9 мая действуют акции «Сочи Теплоэнерго». Оплатите долг – спишем пени. Те, у кого большая задолженность, могут погасить ее без штрафных санкций за неуплату в срок.